всем привет и в этом видео я покажу как я генерирую такие значения то есть на самом деле это не просто набор хаотичных значений а это да набор хаотичные значений но это гуид гуид это такая штука как уникальный идентификатор то есть она генерирует 128 битный идентификатор который уникальный потому что шанс коллизий то есть шанс совпадения между ними слишком мало поэтому вот эта штука используется чаще всего для задания какого-то уникального ключа какому-то объекту например у вас есть сайт и есть куча картинок допустим пользователь загружает какую-то картинку и вы не можете просто так ее хранить то есть хранить по имени это вообще ненадежно потому что кто-то может назвать также вот но мы можем сами присвоить какой-то идентификатор этой картинки да то есть мы можем присвоить любому объекту свой уникальный идентификатор он как-то генерируется я не уверен как именно он генерируется у нас вот но уже есть наборы готовых библиотек в языках программирования которые его генерируют я подумал что это во-первых прикольно что здесь в игре будет генерация таких уникальных ключей и плюс это довольно полезно знать что такое есть то есть мы можем сами генерировать использовать не только для игровых элементов но и для каких-то других вот таких вещей вот я сейчас покажу как я генерирую вот такие ключи то есть когда мы включаем игру у нас как будто здесь происходит какой-то такой интересный процесс вот как будто генерируется что-то и там допустим наполняются наши деньги но я подумал что это будет прикольно плюс это реальная гуид как они делаются да то есть я решил что я буду генерировать 50 уникальных гуид ников то есть для этого я задал грубо говоря константу можно здесь сделать константы пусть будет так вот далее я хочу эти гуид ник и поместить в лист вот и для этого я вызываю метод initialize гуид он пробегается по списку и добавляет вот пока у нас не 50 он добавляет в лист какой-то уникальный гуид но вы не можете просто так сгенерировать гуид что вам нужно вам нужно написать вызвать класс гуид new гуид но у меня изначально не было этого класса в моей библиотеке то есть в библиотеке класса dotnet стандартной как бы его нет что я сделал я нажал control enter именно в райдере да и здесь он говорит скачать вот этот пакет с nuget репозитория nuget это такая штука в которой содержатся разные библиотеки там разные инструментарии и дополнительные модули в общем куча всего вот вы можете скачать эту штуку и вам подключится пространство имен так какое же пространство имен наверное наверное не пространство имен а именно библиотека куда-то куда-то она подключается в общем вот я думаю вы с этим справитесь если что можете загуглить как сделать гуид вот я думаю там что-то подобное будет вот и я генерирую новый гуид он добавляется в лист и далее уже я вывожу вывожу через карутину и я думаю это не так сложно здесь мы показываем гуид вот в принципе даст каждый следующий каждую там не знаю секунду или какое-то время вот и и в принципе все то есть в принципе хотел именно показать что я показываю здесь что такое гуид и примерно как его найти и и